Девушки отдыхают Дороги, дрова, людей, зомбей, фашистов, фашистов-зомбей, разнообразие досуг с любимой, поплясать с топориком, когда настроение на руле и целебная клизма с ромашкой не помогает. Однако особую любовь я испытываю к пожарному топору доблестной пожарной службы. Сколько же замечательных людей было убито этим красненьким топориком? По эффективности в убийстве с ним может текаться только разве что мачете или бензопила. Подобным топориком решил обзавестись и я. А потому было решено изготовить топор своими руками. Естественно, бутафорский. Заморачиваться с рукоятью смысла нет. Покупаем в ближайшем хосмаге. Моя стоила мне 77 рублей. Раскольников одобряет. Теперь чешем в какие-нибудь Яндекс.Картинки. Ищем рев. Ищем дотошно. И осторожно. Ниже, ну уж выбираем. Теперь вспоминаем уроки из ООО. Перерисовываем в обновившийся топорище на листик. И стараясь сохранить все свои пальцы, вырезаем. Обработав порезы зеленкой, переносим нашу заготовочку на картон. Ты можешь мне не поверить, но это дерьмо тоже надо будет вырезать. Получившиеся заготовочки ровняем. Они должны быть одинаковыми. Это ж вам не автоваз все-таки. Затем получившиеся заготовки склеиваем. Да так, чтобы осталось место под топорище. Входят и выходят. Замечательно выходит. Хороший, но дырявый топор. Сквози. Непорядок. Дырочки надо заклеить. Для изготовления лекала отлично подойдет малярный скотч. Скотч в принципе наше все. Хочешь лекала делай, хочешь кеды починяй, хочешь анус отбеливай. Получившимися деталями заделываем отверстие в топорище, прибегая к помощи суперклея и такой-то матери. Вот, как и видно, уже что-то нарисовывается. Для придания жесткости конструкции обильно смазываем клеем ПВА. Первый слой я обильно разбодерживаю водой, чтобы лучше пропиталось. В общей сумме было нанесено около пяти слоев. Важно помнить, что прежде чем нанести новый слой клея, обязательно нужно дождаться полного высыхания предыдущего. Так. Теперь эту камшотину оставляем сохнуть и займемся топорищем. Вскрыв первый попавшийся гараж, я обнаружил в нем нитроцеллозный лак для внутренних работ и какую-то полуматовую эмаль ПФ-115. Дареному конев зубы не смотрят, так что годится. Лак нам нужен для того, чтобы краска не въелась в древесину и не стала похожа хрен знает на что. Ммм, а запах? Но увлекаться я бы не советовал, так и эти ласты склеить можно. Думаю, хватит и одного слоя. Буквально через час лак подсох, и я решил приступить к покрасочным работам. Красить я буду только нижнюю часть топорища. Чтобы не зафоршмочить лишнего, использую малярный скотч. Ммм, чернота... Чернота прям как в моей душе. Воняет тоже нормально. Все, отправляем на сушку. А тем временем у нас подсох ПВА. Аккуратненько ровняем всякие заусенцы и зашкуриваем. А особо убогие места можно подклеить суперклеем, насыпав туда соды для моментального схватывания. Но нужно быть осторожным, потому что можно приклеить пальцы. Что, собственно, я и сделал в который раз. Блять! Теперь снимаем с рукояти малярный скотч там, где он больше не нужен. Мотаем туда, где он нужен и отправляем все дело на покраску. Красть я буду обычными баллончиками. Ау, да! Красотища! Аж сосочки набухли! Почти как в самом деле шны. Но видно, что он не настоящий. Однако в следующем видео мы будем его искусственно старить и делать более убедительным. Так что, если не хочешь пропустить видео, подпишись на канал и не забудь сделать дяде приятно пальчиком. А напоследок хотелось бы сказать, что никакая, даже самая дикая и безумная хуйня сама себя не сделает. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...